Здравствуйте! В центре внимания сегодня дорожный ремонт. Свежий асфальт этим летом появится на 8 городских улицах. Вместе с тем откроется и новый участок дороги. К примеру, вот здесь, на второй полосе улицы Чайковского, уже через пару месяцев двинется автомобильный поток. Как продвигается процесс ремонта? На что идут подрядчики, чтобы успеть в срок? И как реконструкция влияет на аварийность? Эти неудобные вопросы обсудим в программе. Ну вот, допустим, декабристов – хорошая дорога. Космонавтов – также хорошая дорога. Дорога в Уссуле – тоже сделали дорогу. Хорошая дорога. Так-то по городу дороги хорошие, я не скажу, что. Вот в этих, как называется, в маленьких кварталах там плохие еще. Сейчас, в принципе, нормально. Вот у нас в европейском дорогу вообще не хотели асфальтировать. Сейчас не асфальтируют. Не хотят в этом году. Ну, хорошая дорога, опять же, по декабристов вдоль труб в районе 6-го амик района. Мне кажется, везде хорошо. Прямо в Ангарске, чтобы там было плохо. Но я не водитель. А ходить так вот, мне кажется, везде хорошо. В национальном проекте «Безопасные и качественные дороги» Ангарский округ участвует с 2017 года. За пять лет, включая план на текущий год, было восстановлено более 700 тысяч квадратных метров дорожного полотна. В том числе построены новые участки дорог, транспортные развязки, тротуары и парковочные стоянки. В 2021 году по заказу муниципалитета подрядные организации должны заменить покрытие на 8 участках общей протяженностью в 10 километров. Стоимость работ составила 179 миллионов рублей. В план ремонта вошли 3 километра автодороги А от улицы Рыночной до промзоны, более километра проезжей части на улицах Чайковского и Ворошилова, 1-й и 2-й театральные проезды, 700 метров улицы Весенний и больше полкилометра новой полосы Чайковского. Улица Ворошилова. Этим летом здесь заменят больше километра дорожного полотна. На участок, проходящий по частному сектору, местные жители жаловались последние лет пять. Дорога больше напоминала полосу препятствий, чем автомобильную трассу. И хотя работа на объекте закипела еще в мае, новый асфальт лежит лишь в районе Перекрестка. Спориться делу не позволяют дождливые дни. Так прямо караулин. Завтра, например, смотрим погоду наперед. Если погода нормальная, рискуем, запускаем завод и вложим асфальт. Потому что непригодные погодные условия вложить асфальт запрещено контрактом. Строительная компания Сергея Шилова за Ангарские улицы взялась впервые. До этого бригады восстанавливали магистрали областного значения. Подрядчик рассказывает, что дорожное покрытие в Сибири изнашивается одинаково быстро, независимо от назначения трассы. И дело не в качестве асфальтобетонной смеси. На соответствие нормативам ее проверяет спецлаборатория. Причина в климатических условиях. С учетом всех характеристик, опыта и поставленных задач, в администрации округа уверены, объемы ремонта нужно наращивать. Какова реальность? 440 километров дорог в Ангарске с твердым покрытием асфальтом. Срок службы по технологии. Здесь есть люди, которые профессионально в этом понимают. Те связующие, те компоненты, которые добавляются при изготовлении асфальта, они работают 8 лет. Все. 8 лет – это нормативный срок работы асфальта. Через 8 лет в наших климатических условиях его надо менять. Чтобы привести улично-дорожную сеть Ангарского округа к нормативам, каждый год в план ремонта необходимо включать не менее 50 километров проезжей части. В этом сезоне заменят 10 километров покрытия. В прошлом году, когда по оценкам строителей был побит своеобразный рекорд, отремонтировали 21 километр дорог. Но это намного меньше нужного объема работ. Решить проблему и ликвидировать отставание муниципалитет может только за счет увеличения финансирования по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». А тем временем работа на многих участках уже близка к завершению. Например, в 17-м микрорайоне автомобилисты активно пользуются новой круговой развязкой. Автодорога А, связывающая перекресток Оречкино-Рыночная, в территории комбината – самый крупный объект в перечне работ на текущий год. Здесь под замену пойдут 3 километра полотна. Дорога А готова для второго слоя асфальта. Кольцо уже с двумя слоями лежит новое, которое сделали. Остановочные пункты готовы. Осталось только положить верхний слой асфальта и укатать остановки. И все, та дорога готова. Сдать работу подрядной организации должны до 15 августа. Несмотря на частые дожди, бригады планируют управиться в срок. Новое покрытие уже положили на двух театральных проездах и улице Чайковского. Здесь же УАНГТУ готовят основания для укладки смеси на будущей второй полосе. На учебном полигоне ДОСАВ будущие автомобилисты осваивают искусство вождения. Условия максимально приближены к городским улицам. Сложные повороты, искусственные неровности, перекрестки. А яркие дорожные конусы, которых здесь не меньше сотни, – это условные препятствия. К примеру, машины на парковках или ограждения. 18-летний Роман Григорьев водительский курс осваивает с февраля. В школе ДОСАВ он в числе толковых учеников. Признается, что даже сложные участки автодрома освоил практически сразу. А вот первая вылазка в город заставила вцепиться в руль покрепче. Ну, было немного страшно, но инструктор помогал, и было все хорошо. С инструктором Роману повезло. Наставнический опыт почти в два десятка лет, водительская интуиция и прирожденный дар учителя делают свое дело. У Сергея Кириллова экзамен в ГИБДД успешно сдают 90% учеников. Улица Гражданская. Сделали очень качественный ремонт дороги. То есть полностью заменили. Бордюры поставили. Трудвары сделаны. Разметка нанесена правильно. Бывает, что разметки правильно нанесены. Здесь в данной ситуации все хорошо сделали. Учебный автомобиль двигается по экзаменационному маршруту. Его протяженность 8 километров. Сергей Иванович с удовольствием отмечает. Практически все этапы пути прошли через ремонт. И с каждым годом учить вождению становится все легче. Дорожные условия, они способствуют правильному пониманию правил дорожного движения. То есть курсант уже не думает, как эту неровность объехать. Он думает, как выполнить поставленную задачу в данной ситуации. Дорога хорошая, вопросов нет. Если бы была яма, уха, выбоина, он бы что сделал? Он бы стал нарушать правила дорожного движения. То есть сплошную полосу пересекать. А для чего? Чтобы сохранить свой автомобиль. Еще несколько лет назад большинство школ для автомобилистов придерживались привычных, давно разработанных учебных маршрутов. Инструкторы курсов в ДОСААФ начали их менять одни из первых. Инициатором, к слову, был Сергей Кириллов. Наставник уверен, чем интереснее и сложнее экзаменационный маршрут, тем лучше подготовка у начинающих водителей. Ну сейчас, конечно, намного стало лучше дорожная сеть. Намного интереснее. Развязки сейчас строятся, очень хорошие кольца. Уданные сейчас открыли в 17-м картере. Очень хорошие. Для самих водителей тоже очень хорошая дорожная сеть. Безопасность и удобство уличной дорожной сети в современном ее виде отмечают инспекторы ГИБДД. К примеру, еще пару лет назад аварийность на перекрестках улиц Рыночной, Ленинградском проспекте и космонавтов была крайне высокой. Сейчас за счет строительства новых полос организации кругового движения число ДТП здесь серьезно снизилось. На данном участке уличной дорожной сети станет достаточно меньше аварий, потому что многие люди, к сожалению, не могли нормально, спокойно проезжать. И именно в этом месте возникали вот такие аварийные ситуации достаточно часто, ну и общее количество происшествий там было достаточно велико. Фиксирует госавтоинспекция и более масштабные улучшения. После ремонта на Московском тракте происшествий с тяжкими последствиями в виде серьезных травм и гибели людей стало намного меньше. Сейчас в разгар дорожного ремонта инспекторы следят за порядком там, где работает тяжелая техника. Работу эту достаточно сложно наладить, если честно, потому что сотрудники стараются сделать так, чтобы какой-либо участок уличной дорожной сети, который подвергается ремонту, был перекрыт на меньшее время деятельности на нем. И чтобы безопасно было на тот момент и удобно и пешеходам, и водителям, которые передвигаются вблизи вот этого места. Не получается так, чтобы вот прям досконально все было удобно, потому что все равно какие-то, так скажем, неудобства вносятся. Но, тем не менее, впоследствии мы получаем достаточно безопасные участки дорог. Андрей Сергеевич, федеральная программа «Безопасные и качественные дороги» – хорошее подспорье для Ангарска, верно? С 2017 года Ангарск участвует в этой очень нужной, такой вот именно эффективной программе, федеральный национальный проект «Безопасные и качественные автодороги». Мы понимаем, что дорожных фондов на муниципальном, на региональном уровне просто не хватает для того, чтобы вот именно комплексно ремонтировать, восстанавливать, тем более строить дороги, которые десятилетиями не ремонтировались. То есть без подобных программ содержать в нормальном состоянии, в безопасном дороге просто невозможно. Поэтому эта программа, как нельзя кстати и своевременно, позволяет на уровне муниципальном выполнять именно комплексный ремонт автомобильных дорог и улиц. То есть это и ремонт тротуаров, и бортового камня, и ливневой канализации, и освещение, парковочные карманы, заезды во дворы. Поэтому очень нужная и эффективная программа. Все планы, которые муниципалитет воплощает сейчас, были прописаны еще в первоначальном генеральном плане. Да, на самом деле в 1964 году еще первым генеральным планом было предусмотрено строительство дорог наших основных магистралей. Это Чайковского, Ленинградский, Социалистической, Космонавтов. Именно в двухполосном исполнении в каждую сторону. И вот наконец-то, как говорится, дошли руки до реализации вот этих вот инфраструктурных крупных проектов. И буквально вот 19-20 год мы подошли к реализации этих проектов. Это и пропускная способность, и безопасность, и ликвидация точек концентрации, и уже приведение в нормативное состояние этих дорог. Лето только началось, а дорожный ремонт уже в самом разгаре. Ангарчане с удовольствием наблюдают за реконструкцией улицы Чайковского и других участков. Расскажите, как идет процесс по вашей оценке? Это, скажем, наработка и та работа над ошибками, которая была сделана и с учетом опыта прошлых лет. Были разыграны аукционы в прошлом году. То есть, чтобы уже не терять время в этом году, чтобы уже подрядчики могли понимать, что сделать, подготовиться к этому строительному сезону. Ну и действительно и начать, как земля уже по мере оттаивания земли, то есть приступать непосредственно к ремонтным работам. В принципе, мы видим, что это получилось. То есть, подрядчики приступили достаточно рано. Сегодня видим, что работы идут хорошими темпами. Практически все есть некоторые небольшие отставания, но видим, что работы выполняются достаточно хорошим качеством и в графике. Поэтому все это позволяет все-таки с уверенностью сказать, что все будет завершено и уже, я думаю, что к сентябрю месяцу все будет выполнено, что касается наших планов на этот год. В этом году в Ангарске заменят 10 километров дорожного полотна. Скорее всего, это недостаточно для адекватного развития уличной сети. Конечно. Во всех межремонтных промежутках есть определенные нормативы. Вот межремонтный норматив по капитальному ремонту улиц, он составляет 8-10 лет. Просто битум, связующий, который находится в асфальтобетонной смеси, она не работает дальше. То есть, полимер начинает распадаться, естественно, асфальтовое покрытие, оно начинает трескаться, не выдерживает и так далее. Так вот, понимаем, что если у нас в округе 440 километров дорог, если это просто взять и простыми арифметическими действиями, то есть нам нужно делать в год по 50 километров. А мы делаем порядка 10. В 2019 году рекордное было, там 21 километр выполнили, отремонтировали дорог. Понимаем, что этого недостаточно. Поэтому надеюсь, что вот эти программы, они будут все-таки совершенствоваться, учитывая их особую эффективность. Надеюсь, что федеральный центр будет добавлять финансирование и мы можем еще больше ремонтировать дорог, приводить их в нормативное состояние. По ремонту прошлого года муниципальная комиссия уже проверила те дорожные участки, которые были отремонтированы. Есть ли замечания к подрядчикам? К сожалению, у нас есть участки с пандемийными сложностями прошлого года. То есть, когда не все подрядчики смогли достойно, скажем так, завершить свои проекты. У нас есть несколько улиц, которые подрядчик, скажем, не совсем добросовестно отнесся. То есть, сегодня мы находимся в претензионной работе, в судах. Но в основном, что касается покрытия, да, здесь все нормально. Проверки прошли, в том числе у Продор при Байкале. Делали вырубки, проверяли. Но есть вот такие вот уходные работы, как обратная засыпка бордюров, неубранный мусор. Есть сколы на бордюрах, которые все это запротоколировано, выставлено актами и в претензионной работе выставлено подрядчику. Сегодня нужно пройти процедуры, судебные процедуры. И если подрядчик не отреагирует, то мы можем привлечь третью организацию. И они выполнят, и мы уже в регрессном порядке снимем деньги уже в судебном порядке с тех подрядчиков, которые нарушили. Ну, я думаю, расширить даже можно было здесь по Коминтерну. Потому что все равно проходимость маленькая, постоянные пробки на светофорах. Здесь больше вопросов к светофорам. Вот где дорога? Возле 40-го дома. Вот там ямы большие. Вот подъезд к дому, где проживаю сейчас. Это в 10-м микроволю? Там большие ямы. Там бы, конечно, хотелось сделать дорогу. Вот эта вот дорога, что идет на это, как называется, садоводство. Вот эту вот дорогу. Они там, элита, да, они там сделали для себя наших гаражей с той стороны. А здесь вот не хотят никто делать там. В старом городе, я не знаю название улицы, это как от энергетика, получается, в сторону аллеи любви двигаться. Вот такие знаки, предупреждающие о дорожных работах, будут стоять в Ангарске до конца лета. Если не подведет погода, их уберут уже в августе. Это была программа в Центре внимания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова